Здравствуйте, я пастор Дерек Уокер. Сегодня моя проповедь называется «Мышление победителя» или «Два секрета победы». В первой главе Исаии сказано «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». А в этом стихе книги есть два секрета. Первый — это сердце, послушное Богу. Нужно, чтобы сердце было покорным Богу. Это первый ключ. Второй ключ — это послушание, оно выражается в делах, угодных Богу. Там сказано «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Тогда у вас будет победа, и вы исполните волю Бога. Чтобы быть победителем в очах Бога, надо принять следующее мышление. Скоро мы поговорим и об этом. Во-первых, нам нужно принять волю Господа Бога и благодать нашего Господа. А для этого сердце должно сделать это охотно и с покорностью своему Создателю. А вот так мы получаем доступ к благодати небес. Если вы хотите принять благодать Господа для исполнения Его воли, то вам нужно слушаться Его от всего сердца. Бог говорит с нами. Мы получаем доступ к Его благодати, и нам нужно исполнять волю Бога. Каким бы тяжелым ни казалось положение вещей, не сдавайтесь. Поговорим о первом секрете. Здесь говорится об открытом для Господа сердце, готовом подчиниться Создателю. Такое отношение открывает доступ к благодати и силе Творца. В четвертой главе послания евреям написано, «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Благодать течет от трона Бога. Это говорит о том, что секрет доступа к божественной благодати заключается в смирении перед властью Бога. Трон — это место власти. Приходите к трону Господа Бога с почтением, с любовью, и ищите Его, поклоняйтесь Ему. Секрет доступа к благодати заключается в поиске Бога ради самого Бога. Не ищите Бога лишь ради блага. Это не главное. Отложите свои интересы в сторону. Любите Бога. Настройтесь на волну Святого Духа. И откажитесь от своих интересов. Скажите так, «Господи, я хочу исполнять Твою волю». Не зацикливайтесь на своих планах. «Приди с чистым сердцем и слушай Его. Будь готов исполнять Его волю безоговорочно». И дело в том, что когда вы смиритесь перед Господом Богом, то Господь даст вам благодать. Так вы получите ее. Все начинается с Бога. Если дело начато не Богом, то вы делаете его без Его благодати. Это не Его план, а ваш. Ваш успех в миру Господь вовсе не считает успехом. Есть разница между тем, что видится нам хорошим и волей Бога. Это не от Бога. И мы делаем это ради своей славы. Самое лучшее в жизни — это заниматься Божьим делом или служением. Бог дает силы для этого. Это для Его славы. Если вы решили держать все под контролем и делать то, что вы считаете правильным, а не искать воли Творца, то Бог не поддержит это начинание. Ищите Господа. Ищите Бога, послушаясь Его воле. Придите к трону Отца. Это трон благодати. Благодать течет от Него, и вы получите доступ к ней, если склонитесь перед властью Бога. Тогда вы будете слышать Его голос и примете Его благодать. Если вы будете делать то, что Бог вам не велел, то для Бога ваш проект — это пустышка. Самуил сказал «послушание лучше жертвы». Если вы принялись за вроде бы хороший проект, то это не обязательно означает, что вы исполняете волю Бога. Со стороны кажется, что вы самоотвержены и делаете доброе дело. Однако для Всевышнего ценно ваше послушание Ему. Услышьте призыв Господа, и только потом беритесь за плуг. Все начинается с готовности исполнить то, что хочет всемогущий Бог. Испослушание. Ценно это. Вам надо искать Бога ради Него самого. Ведь Он любит вас, и вы любите Его. Ищи Господа и ищи довольство в Нем. Суть в этом. В Псалме сказано «ищите Господа и силы Его». Ищите лица Его. Другими словами, ищи Бога ради Него самого и силы, чтобы Он наполнил вас. Ищи Его лица и близких отношений, так ты примешь благодать. В таком случае Господь Бог устроит твои дела. Если вы ищете Бога лишь потому, что вам что-то от Него нужно, то вы используете Его. И то, к чему вы стремитесь, для вас важнее, чем Иисус. Он — средство для достижения цели. А это — идолопоклонство. Это плохой план. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 стих, говорит нам, «Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам. Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. После того, как пять тысяч человек ели хлеб и насытились, они заинтересовались Христом. Их привлек не Господь Иисус, но они искали Его ради вкусной, бесплатной еды. Они искали Его благословений. Ему не понравилось это. Ищи Бога. Старайся, неопищетленный. Пусть это не будет твоей главной целью в жизни. Пусть это не будет финансовый успех или другие внешние признаки удачи на земле. Не делай это главной целью. Конечно, нам нужен успех. Сын призывает нас думать о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Он говорит, «Если ты будешь искать Меня, Я насыщу твою душу. Я дам тебе вечную жизнь». Спаситель Иисус говорит нам с вами, «Остальное Я дам тебе в придачу». Но не делай их смыслом жизни, а иначе ты станешь идолопоклонником. В шестой главе Евангелия от Матфея сказано, «Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Праведность Господа Бога — это Его жизнь, текущая в тебе. Потому что Он сказал так же, «Блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Правда Божия — это Его жизнь, вас вдохновляющая исполнять Его волю. Он сказал, «Если мы будем искать Его жизнь и силу, Его праведность, то все остальное приложится нам как приятный и нужный бонус. Ищи прежде Царство Божие и не смотри на земное. Ищи Бога. Покорись Господу, и тогда ты станешь жить Его жизнью, ибо Он благословит тебя земными благословениями». В четвертой главе послания к евреям написано, «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить смелость и обрести благодать. Приходи с уверенностью». Это трон благодати. Вы понимаете, Бог — это любовь. Он милостив и хочет подарить себя тебе. Он дает познать себя даром. Будь уверен, «Драгоценный христианин». В том, что Бог принимает тебя, и что Он хочет благословлять тебя и дать все, в чем ты нуждаешься. Он хочет насыщать нас. Если мы поверим, что всемогущий Бог желает для нас лучшего, то мы придем к Нему с уверенностью. Если мы доверимся Ему, то мы покоримся Ему. Тогда мы откажемся от Своих планов. В таком случае мы передадим бразды правления Богу. Мы покоримся Ему, зная. Небесный Отец даст нам все нужное и благословит. С такой уверенностью мы поверим в Его любовь к нам, и Он даст благодать. Не переживайте о том, чем все закончится. Почитайте Его и подчиняйтесь. Вам известно, что Его благословения польются в вашу жизнь, и вседостаточный податель благ даст вам все нужное. Наша крепкая вера в Его любовь и благодать наделяют нас силой избавиться от идолов и личной заинтересованности. Когда мы покоряемся Богу и почитаем Его, тем самым мы активируем Его благодать. Господь дает ее тем, кто смирен. Мы получаем доступ к благодати, когда мы почитаем Его. В таком случае мы с вами без труда примем благодать веруя. В послании Галатам сказано, во Христе и Иисусе имеет силу лишь вера, действующая любовью. Приходите к трону Бога с любовью, любите Его и почитайте Его. Покорите сердце им, и тогда вы сможете принять благодать Всевышнего по вере. Итак, вера без любви ничего не даст вам. Любовь приводит в действие благодать, а после этого вера получает благодать. В притчах открыт секрет приближения к Господу. Соломон сказал так, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». А хотите ли вы стать успешным? Вы хотите править в своей жизни? Ну, тогда отдайте сердце в Божьи руки. Покоритесь сердцем своему Господу. Его рука — это сила и благодать. Его дух. Покорите Господу свое сердце. Оно, как потоки вод. На самом деле там сказано, «Рука Господа, как поток воды». Его рука — это Святой Дух, проявляющийся в сердце, как поток. Когда вы отдадите сердце Господу, Он явит Себя в нем, как поток воды. Отдай бразды правления Богу, и тогда потечет благодать. Соломон сказал, «Куда захочет, он направляет его». Этой рекой владыка Яхве направляет наше сердце, куда хочет. «Дух владыки Господа войдет в тебя». Благодать осенит тебя, и Он направит тебя к своей воле и даст для этого силу. Отдай бразды правления Господу. Наберись смелости и приди к Богу. Ты придешь к Богу, если только поверишь в то, что Он любит тебя. Наберись смелости и забудь о личных интересах и амбициях. Ты не знаешь будущего. Река направит тебя к исполнению воли Всевышнего Господа. Чудесным примером этого является царица Исфирь. Пожалуйста, откройте пятую главу книги Исфирь. Ей пришлось похлопотать за свой народ, так как Аман замыслил злое дело. Он захотел убить всех иудейских жителей империи. Этот коварный человек не знал, что Исфирь, еврейка. Ее муж, царь, давно не звал ее к себе во дворец. Она набралась смелости и пошла к царю сама. На третий день Исфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь сидел тогда на царском престоле. Заметьте, она пришла не в пижаме. Правительница почтила царя, одевшись в лучшую одежду. Когда мы приходим ко Всевышнему Богу, мы надеваем хорошую одежду и идем почтить Господа. Мы возвышаем нашего Господа Иисуса Христа и чтим Его своей одеждой. Царь увидел царицу, стоящую на дворе, и она нашла милость в его глазах. Она пришла, и он увидел ее красоту. Оказав почтение, она обрела благосклонность в очах своего правителя и простер царь Киесфири золотой скипетр, который был в руке у него. Золотой скипетр — это знак его милости, его простертой к ней милости, силы и его власти. Тем самым монарх сказал, «Ты можешь попросить Меня, и я исполню твою просьбу». Когда мы приходим к Богу, почитая и покоряясь Ему, Он протягивает к нам свою милость, протягивает золото, свою добродетель. «Милость царя доступна Есфире». Есфирь подошла и коснулась конца скипетра. Мы касаемся благодати Господа. Это гарантия его ответа на просьбу царица. Вначале ей нужно было приблизиться к царю и коснуться скипетра. «Какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». А вот что это значило. «Есфирь, я, конечно же, не дам тебе полцарства буквально, но ты получишь то, что хочешь». Пока Есфирь подчинялась царю, он был готов благословлять и проявлять любовь к царице согласно своим полномочиям. В итоге, иудеи империи были спасены. Она ходатайствовала и высвободила силу Бога, чтобы ситуация изменилась. Это первый секрет победы христианина в Боге. Вам нужно связаться с ним. Второй секрет. После того, как вы пообщались с Богом и узнали Его волю, то теперь исполняйте ее от всего сердца. «Не сдавайтесь». Другими словами, вам нужно слушаться Господа Бога и продолжать делать это. Вот теперь откройте, пожалуйста, 13 главу 4 книги царств. Мы посмотрим 14 стих. Мы прочитаем там такие слова. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним и говорил, «Отец мой! Отец мой!» Иоас не был выдающимся царем, но он почитал Бога тем, что чтил Божьего человека. Царь Иоас чтил Бога, и поэтому Творец проявил милость к царю. Бог хотел благословить его. И сказал ему Елисей, «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. Здесь Бог говорит через Елисея. И сказал царю израильскому, «Положи руку твою на лук». И наложил Елисей руки свои на руки царя. Елисей – это представитель Бога. Он кладет свои руки на руки царя. Их руки соприкоснулись, и теперь царь сопричастен к Богу. Пророческое помазание перешло на царя. Теперь у него есть возможность победить. Он соединен с Богом. Его послушание Господу определит его победу. 17 стих. «И сказал, «Отвори окно на восток, в сторону Сирии». Эта страна была врагом Израиля, угнетавшая его очень много. И тот отворил. И сказал Елисей, «Выстрелим». Елисей дает объяснение. «И сказал, «Это стрела избавления Господа и стрела избавления против Сирии». Он говорит, «Выпускание стрелы – это знак намерения Бога». Он приблизился к Богу, и Бог открыл ему свою волю. Царь нападет на Сирию. Надо выстрелить в сторону Сирии. Стрела – это избавление от Сирии, от силы врага Израиля. Вот главное пророческое наставление Елисея. «И ты поразишь Сириен в Афеке в конец». Пророк Елисей подразумевал то, что царю надо постоянно нападать, постоянно атаковать сирийцев, пока он не уничтожит их. Бог сказал, «Я с тобою». «Моя рука на тебе. Нападай на сирийцев до тех пор, пока не уничтожишь их». Это мышление победителя. Ты не сдаешься и исполняешь волю Бога до тех пор, пока не победишь. Если Бог дал вам желание молиться за кого-то, то молитесь до тех пор, пока Бог не даст вам знать о победе. Тогда вы исполните то, что Бог ожидает. Давайте прочитаем следующую, интересную часть истории. Что было дальше? Бог сказал, «Бей стрелой, пока не победишь». Это 18 стих. «И сказал Елисей, возьми стрелы». И сказал царю, «Бей по земле». Нам надо вспомнить. Пророк говорит об ударах, то есть о нападении. Удары стрелами озимь – это символ нападения. И ударил он три раза и остановился. Ой-ой-ой-ой, смотрите. Разгневался на него человек Божий. Божий человек сказал так. Следуя своему пониманию, царь Иоас посчитал, что трех ударов будет достаточно. Достаточно. Но Бог не говорил ему бить только три раза. Бог сказал, «Нападай на них, пока не уничтожишь их». Бог разозлился на царя, потому что тот был двоедушным. Человек, который колеблется, не доводит дело до победного конца. Он поступает так, как считает нужным. И сказал, «Надобно было бы бить пять или шесть раз». Вы скажете, почему Бог заранее не сказал ему, сколько раз надо бить стрелой по земле? «Тогда ты побил бы Сириен совершенно, а теперь только три раза поразишь». Царь Иоас ударил стрелой по земле лишь три раза, и поэтому он победит Сириен только три раза. Победа зависит от настроя. Царь ударил лишь три раза, и поэтому Бог дал ему три победы. Но три победы — это мало, чтобы завершить дело. Если бы он ударил пять или шесть раз, то столько же раз он победил бы, и тогда он победил бы окончательно. И вопрос с притеснителем был бы решен. Смотрите, царь Иоас не знал заранее о том, что надо бить пять или шесть раз, а может и более. Это кажется несправедливым. Если Бог сказал бы ему, то он бы так и сделал. Но жизнь такова, что Иисус не скажет вам, сколько раз вам нужно бить стрелами по земле. Он не скажет, сколько времени у вас уйдет на выполнение его воли. Вы считаете, что проект Бога будет несложным, а на самом деле все наоборот. Бывает и так, что то, что кажется сложным, решается быстро. У Бога все под контролем, и Он не будет говорить вам заранее об объемах вашей работы. Ведь мы не контролируем этот процесс. Настройтесь на победу от Бога. Бог сказал Иоасу, «Бей стрелой, пока не победишь и не уничтожишь сирийцев». У царя было колеблющееся сердце, и он сделал полдела. Настрой настоящего победителя таков, что он продолжал бы бить стрелой о землю до тех пор, пока пророк не сказал бы ему, «Достаточно». «Ты победишь врагов шесть раз, и этого хватит». Победитель не думает заранее, сколько раз ударить стрелой о землю. Победитель продолжает бить, пока не одержит победу. Лично я играл в теннис, и я не был настроен победить. Появлялся игрок, которому я был расположен, и я поддавался во время игры. Я не хотел побеждать и ставить его в неловкое положение. Это не было отношением победителя, а слабостью. «Бей стрелой о землю до тех пор, пока не выиграешь». В соревнованиях вам нужно делать это. Если ты взялся за плуг, то ты не будешь заранее знать, какую территорию надо будет вспахать, и срок, за который ты справишься. Настройся на то, что Бог велел тебе это сделать. Его рука на тебе, и ты будешь трудиться до победы, до полной победы. Это отношение победителя. Ты не знаешь, сколько раз надо ударить. Бог говорит вам, «Я с тобой. Продолжай бить, исполняй мою волю. Я с тобой и буду присматривать за тобой». Не пытайся понять фронт работы. Это не твое. Все в руках Бога. Елисей сказал, «Бей до тех пор, пока не поразишь их». Молитесь, пока не увидите победу. Это отношение победителя, и это всегда актуально. А что произошло далее в 25 стихе? «И взял назад Иаз, сын Иохаза, из руки Винодада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иохаза. Итак, три раза разбил его Иаз и возвратил города Израилевым. Иаз. Ударил стрелой три раза, и Бог дал ему три победы. Но было сделано полделом, и Бог не был рад этому. Бог разозлился на царям. Мы отмеряем, насколько мы хотим выполнять волю Бога. И отношение победителя это выложится на 100%. Служи Богу, пока Он не скажет «достаточно». Ты сделал то, что Я хотел. Нашему Господу не нравится, когда мы сдаемся. Видите? Легко начать, но не просто закончить. Когда Владыка Господь повелевает нам что-то сделать и послужить, настройтесь на победу. Слава Отцу за Сына. Небесный Отец наставил Иисуса. Когда он рос, Бог показывал ему, что ему надлежит делать. Ему надлежало быть распятым. Как пишет Исаия, лицо Христа было как кремень. Он исполнял волю Бога утром за утром, день за днем, вечер за вечером. Сын продолжал исполнять волю Отца до тех пор, пока не пошел на крест за нас с вами. Он сделал все. Он мыслил как победитель. Он принял волю Отца, общался с Ним и рос в благодати. Потом он, шаг за шагом, продолжал исполнять волю Небесного Отца, поражая врага. Хвала ему вовеки. Хвала Сыну за настрой побеждать. Он вынес все до конца. И он сел справа от Отца, одержав полную победу. Думай, как победитель. Так говорят спортсмены. «Продолжай идти вперед, не сдавайся и не опускай рук. А потом Избавитель даст тебе победу. Слава Богу!» Вот что такое сомнение. Бог желает общаться с вами, так что познавай Его волю и старайся делать это изо всех сил.